Спецслужбы могут инсценировать смерть любого человека. Но даже самые оберегаемые тайны спецслужб рано или поздно встают известны всем. 1991 год. Песенный конкурс в Ялте. Ведущий объявляет очередного претендента. Эту шуточную песню в свое время исполняла Алла Пугачева. Тогда она еще не была в зените славы, но уже прогремел Орликина. Тем более интересно, как эту песню споет наш конкурсант. Мурат Насыров, Алмата. Похоже на подростка в свои 22 года в смешных очках и костюме молодой певец продемонстрировал великолепный вокал. Мурат Насыров спел песню Пугачевой совершенно по-другому. По-своему. Уважаемый жюри, вам слово. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Он таким и проживет всю свою короткую жизнь. Ярким, ни на кого не похожим и делающим все по-своему. Но, возможно, тайну его ранней смерти раскроют только сейчас. Мурат Насыров станет известен всему СССР после кавера на песню группы Карапишу «Тик-тик-так». Затем он пишет целую серию прекрасных мелодичных песен, которые стали хитами для целого поколения. Его показывают по ТВ. В его жизни теперь концерты, слава, поклонники. Мурат счастлив в семейной жизни. У него любящая жена и двое детей. А еще он наивен и раним. И не любит петь под фонограмму. И, наверное, как это не нелепо звучит, слишком талантлив. Например, презентация какого-то, там, чего-то альбома у артиста. Артист, все приезжают, поздравляют, поют. И вдруг выходит на сцену Мурат Насыров. Все же в основном, ну что это, под фанеру, там, поскачет, открывает рот. Он выходит вживую, как даст. И убирает всех. И презентуемого, и гостей. И людям это не нравилось. Со временем Мурата перестали приглашать на презентации совместные концерты. О нем стали забывать на телевидении. Он, как и раньше, писал песни, но хиты больше не получались. У певца начался затяжной творческий кризис. 19 января 2007 года в 22.15 Мурата Насырова обнаружили на газоне под балконом его квартиры, которая находится на пятом этаже московской хрущевки. Вы знаете, это случилось, ну, городской, ну, как это случилось, так, что он просто полез что-то там поправлять, или... У меня не было, была бабушка моих детей, моя мама. Тогда большинство склонялось к версии суицида. Артист переживал творческий кризис и шагнул с балкона. Ему было 37. Но у Мурата Насырова через месяц была запланирована свадьба с его гражданской женой Татьяной. А еще несколько сольных концертов в Алмаде. Я могу заявить однозначно, то, что произошло, это не суицид. У татар говорит о том, что он выбросился в окно, что это суицид. Тебя там не было рядом. Ты не видел Мурата в последние несколько месяцев. Человек, у которого грандиозные планы на будущее. Который собирался жениться буквально через несколько дней. Он сделал предложение своей гражданской жене. У которого 2-3 марта сольные концерты были его большие в Алма-Афе запланированы. Который должен был называться «Голос, который нас согревает». Человек, который записал новый альбом. О каком суициде идет речь? Историю о загадочной смерти талантливого певца и композитора Мурата Насырова на этом можно было бы и закончить. Творческий ранимый человек не выдержал черной полосы жизни. Сколько таких историй уже было? Но 29 октября 2021 года в телеграм-канале «Генерал СВР», который подробно описывает все происходящее с Владимиром Путиным, появляется следующая запись. Мы уже говорили о том, что смерть певца и автора песен Мурата Насырова была не трагической случайностью и не суицидом, а убийством по личному распоряжению президента России Владимира Путина. Казалось бы, что за бред? Зачем президенту России, пребывающему в то время на пике популярности, убивать и странного певца, который был совершенно чужд политики, как, впрочем, и бизнеса, и вообще не был активен ни в одной из сфер, которые важны для Путина. Но давайте не будем спешить. Есть одна сфера, в которой могущественный Путин и певец действительно могли пересечься. Послушаем дальше, что говорит генерал СВР. В начале 2000-х Мурат Насыров познакомился и имел короткосрочный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. Недолгий роман оставил теплые воспоминания как у Мурата, так и у Алины. Сейчас точно можно утверждать только одно. Кабаева и Насыров были знакомы. Не плачь, моя Алина. В 2006 году Алины Кабаевой, которая в то время уже оставила большой спорт, развиваются любовные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Кабаева оказывается под плотной опекой доверенных лиц президента из ФСО. То, что женщину, которую Путина были самые серьезные намерения, вела в федеральная служба охраны, сомневаться не приходится. Путин кадровый разведчик, вышедший из КГБ. Он привык никому не доверять. Он старше Кабаевой на 31 год, ниже ростом. И он влюблен. Кабаева в беседах с подругами имела неосторожность поделиться воспоминаниями о романе с Муратом Насыровым. И назвала его лучшим мужчиной, который у нее был. И сказала, что она до сих пор любит его. И это уже во время отношений с Путиным. По словам Кабаевой, Насыров был очень похож на ее отца в молодости. А вот это правда. Отец Кабаевой, Марат, действительно в молодости был похож на Мурата. Получалось, что у Путина есть соперник. Моложе, красивее. И что самое неприятное для влюбленного президента, Мурат по-прежнему жил в сердце Алины Кабаевой. И, видимо, этого неуверенный в себе диктатор вынести не мог. Записи этих разговоров предоставили Путину в конце ноября 2006 года. Спустя несколько дней Путин попросил Николая Патрушева решить вопрос Насыровым раз и навсегда. Дальше была обычная работа спецслужб, которую они делали уже много раз. За несколько дней до убийства сотрудникам ФСБ, осуществляющим слежку, удалось завладеть ключами от квартиры Насырова, снять слепки и вернуть обратно. Проникнув в квартиру Насырова, вечером накануне два сотрудника ФСБ убили Насырова, сбросив с пятого этажа и пытаясь инсценировать самоубийство или несчастный случай. В отсутствие посмертной записки вложили в его руку православную икону, которая, по их мнению, должна была натолкнуть на версию самоубийства. Здесь таинственный генерал СВР ошибается. В руке у Насырова в тот роковой момент был его портрет. Сразу возникает вопрос, а кто такой этот генерал СВР? Так называется телеграм-канал, который каждый день публикует подробности жизни Путина. Знать который может действительно только человек ближнего круга. Возможно, работающий в спецслужбе. Кстати, генерал СВР даже дает интервью. Инкогнито. И вот отрывок его общения с политологом Валерием Соловьем. Там еще спрашивали, я видел по поводу певца, все время забываю. Мурат Насыров, по-моему, да? Да, Мурат Насыров. Да, действительно, была ревность Калиния, его убили, это правда, да. И более того, таинственный знаток кремлевских секретов на своем канале в YouTube говорит о другом убийстве, обставленном спецслужбами, как самоубийство. Мурата Насырова убили, если мне не изменяет память, в январе 2007 года, а в начале марта 2007 года абсолютно аналогичным способом инсценировал самоубийство, убили Ивана Сафронова-старшего. Находим информацию об Иване Ивановиче Сафронове, военном обозревателе газеты «Коммерсант», полковнике «Запаса». 27 февраля 2007 года он сообщил коллегам, что у него появилась информация о подписанных контрактах между Россией и Сирией на поставку зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С-1» и стремителей МиГ-29 и оперативно-тактических ракет «Искандер-Э». Кроме того, Сафронов сообщил, что в случае огласки этих сведений может разразиться большой международный скандал, а ФСБ обязательно возбудит против него уголовное дело по факту разглашения государственной тайны. Дальше все очень похоже на историю с Муратом Насыровым. 2 марта 2007 года Иван Сафронов погиб, упав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома номер 9 на Нижегородской улице. Первой была высказана версия самоубийства Сафронова, но ее упорно отвергали как родственники, так и коллеги покойного. А загадочный генерал продолжает сыпать откровениями. Оказывается, Мурат Насыров не единственный, кто заплатил жизнью за симпатию знаменитой гимнастки. Совсем недавно мы писали о том, что аналогичным способом убили сотрудника ФСБ. Мы писали у нас в телеграм-канале генерала Сфера об этом. Мы нашли этот пост. Путин ревниво относился к поклонникам Кабаевой, и это стоило жизни нескольким мужчинам, среди которых сотрудник ФСО, совсем молодой парень Динар Сабиров, смерть которого также выдали за самоубийство. Мы поискали и нашли информацию о гибели человека с такими именем и фамилией. 15 марта 2020 года в столице России был найден убитым в собственной квартире 24-летний Динар Сабиров, боец Федеральной службы охраны Российской Федерации. Следователи расследуют дело, не исключая версию самоубийства. Вот как описывает обстановку в квартире Сабирова его друг, обнаруживший тело. Динар Сабиров лежал на полу в луже собственной крови. В голове погибшего снайпера зияла рана от огнестрельного ранения. Он был мертв, скорее всего, уже более суток. Версию самоубийства должно было подкреплять лежащее рядом оружие. И подалеку от тела погибшего был найден бествольный многофункциональный пистолет марки ОСА. Способности российских спецслужб убивать людей никто не сомневается. Остается понять, способен ли Владимир Путин отдавать такого рода приказы. Вот фрагмент интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим другом Путина, миллиардером Сергеем Пугачевым, переехавшим в 2012 году из России во Францию. После этого на Пугачева неоднократно совершали покушения российские спецслужбы. Однажды, рассказывает Пугачев, Путин хотел поговорить о Павле Бородине, которого в 2001 году арестовали в США по запросу швейцарских властей. Мы заходим в лифт, он нажимает кнопку и нажимает на стол. И мне говорят, слушай, ну у тебя ребята там надежные? Я говорю, да какие надежные, нормальные. Пугачев, видимо, думал, что под словом «ребята» Путин понимает и юристов, которые работали на миллиардеров США. Он мне говорит, ну слушай, ты понимаешь, что Паша там, во-первых, сколько он уже наговорил в Америке, мы себе представить не можем. А сколько он еще сейчас наговорит в Швейцарии? Ты понимаешь вообще? Он говорит, ну можно его там, я просто дословно цитатам, он говорит там, ну, тюкнуть ему по голове, чем-нибудь таким тяжелым, завернуть в ковер, погрузить в самолет частный, привезти сюда и здесь похоронить. И он говорит, мы так много раз делали. Этот разговор Путина с Пугачевым состоялся в 2001 году. Шел только второй год первого президентского срока Владимира Путина. До трагической гибели Мурата Насырова было еще шесть лет. Неужели тогда, в 2007 году, Насыров мог пережить свой творческий кризис и еще долгие годы радовать всех своими песнями? Если бы не ревность одного неуверенного в себе диктатора. Без сомнения, как только Владимир Путин будет отстранен от власти, все, лежащие под спудом кровавые истории с его участием, начнут всплывать на поверхность. А пока несомненным фактом является то, что Мурат Насыров был знаком с Алиной Кабаевой. Он написал песню «Алина», которую посвятил ей, женщине, знакомство с которой, возможно, стоило ему жизни. Но видел я, как отправляла в море, ты стайки из бумажных кораблей, улыбка на твоем лице согреет чей-то взгляд, и белым танцем во дворце загружит листопад. Рисует носик красками знакомую картину, и кто-то шепчет ласково «Не плачь, моя Алина». Рисует носик красками знакомую картину, и кто-то шепчет ласково «Алина». Рисует носик красками знакомую картину, и кто-то шепчет ласково «Алина».